15 ноября в Сочи открылся слет народных университетов. Это уже второй по счету общероссийский форум, который проводится в санатории знания. На этот раз на большой съезд единомышленников прибыло более 300 участников. В этом году количество регионов выросло до 35. Члены общественных организаций и специалисты по работе со старшим поколением приехали в том числе из Крыма, а также отдаленных Сахалина и Якутии. Если на первом слете участникам было важно познакомиться друг с другом, узнать, что в соседних регионах России, а может быть в дальних регионах, есть единомышленники, есть те, кто тоже идет по этому же пути и серьезно занимается вопросами качества жизни старшего поколения, то сейчас участники собрались уже непосредственно заниматься технологиями обобщения опыта, его продвижения. Предметом обсуждения, как и в прошлом году, когда форум провели на курорте впервые, стал вопрос повышения качества жизни людей старшего поколения. В течение четырех дней в санатории знания обсуждали передовые, отечественные и международные практики в работе с представителями серебряного возраста. Как так называемый возраст дожития превратить в возраст счастья? Название мастер-класса одного из главных спикеров форума Дмитрия Богданова уже второй год определяет главную идею слета. На этот вопрос участники форума попытались ответить в ходе мастер-классов и креатив-сессий. В качестве спикеров лучшие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Нижнего Новгорода и Самары. На самом деле это уникальное отличие вот именно этого слета, когда в нем участвуют не только те, кто профессионально занимается этим, но те, кто еще и непосредственно являются благополучателями этого действия. Каждый из спикеров форума предлагал свою формулу счастья для людей старшего возраста. Спикер из Москвы Светлана Файн попыталась в целом понять, что же такое старость. Она провела мастер-класс «Культура старости в современном мире». Цель научить не бояться приближения этого важного и интересного периода жизни. Научить относиться к пожилым не как к потребителям социальных услуг, а как к отдельным зрелым личностям. Старость и люди старшего возраста имеют огромную ценность. Это ценность любви в первую очередь. Это возможность всегда каким бы слабым и старым действительно ты ни был, возможность всегда помочь кому-то другому, не замыкаясь на себе. Это огромное свидетельство ценности мира, потому что люди, которые знают, что такое война, могут говорить о мире так, как никто другой. В числе спикеров второго слета известный социолог Дмитрий Рогозин. Старикам тут место, так называется его исследование. По мнению Рогозина, секрет долголетия – это востребованность. Не только в семье, но и в обществе. Это умение отдавать свою мудрость и богатый жизненный опыт. Весь этот год я вел разговоры со столетними. То есть моя целевая аудитория были люди 100+. И поскольку я насытился очень многими историями, рассказами о жизни от этих людей, я хочу этим поделиться. Люди старшего поколения могут быть не только полезны, они могут не просто дарить свою мудрость и опыт. Перешагнув через порог 50-60 лет, они могут обеспечивать свою жизнь и зарабатывать. Спикер из Москвы Мария Захарова презентовала всероссийский портал 50+. Учись, работай, зарабатывай. Этот проект уже поддержали 23 региона нашей страны. Сайт должен стать самой крупной в России платформой, ориентированной на поиск работы для старшего поколения. Помимо вакансий здесь можно найти информацию о программах, мастер-классах для людей этой категории. Здесь же форум, юридические и консультации психологов. Все абсолютно бесплатно. Наступил следующий этап в жизни нашего проекта. И вот мы открыли новое направление. Почему? Потому что люди уже узнали о том, какие плюсы у зрелого возраста, что они могут делать, как они могут самореализовываться и развиваться, где они могут путешествовать, куда они могут ходить. И теперь вопрос, на что это делать. А поскольку мы знаем, что люди зрелого возраста и старшего, тем более, ограничены в средствах, мы им предлагаем с помощью нашего портала найти любое занятие по душе, которое принесет им возможность зарабатывать деньги. Тем более, что опыт и знания таких людей позволяют им продавать себя именно как экспертов, как профессионалов. А Наталья Симонова рассказала участникам слета о том, как можно зарабатывать на реализации социальных проектов. Директор Нижегородской региональной благотворительной общественной организации «Забота» поделилась составляющими по-настоящему успешного проекта и вместе людей старшего поколения в их реализации. Никогда не поздно начать свое дело, отметила спикер из Нижнего Новгорода. Когда эта тема очень стала актуальной, 50+, появились примеры очень активных граждан, которые сами начинают зарабатывать. Креатива здесь очень много. Люди накопили достаточно жизненный опыт, много профессионального опыта, который дает им возможность посмотреть сегодня в их возрасте на свою ситуацию по-другому. Много говорили и о здоровье людей старшего поколения. Зачастую именно хронические или же возрастные заболевания не дают или мешают жить полной жизнью. Как сохранить здоровье и какие методы лечения, кроме медикаментозных, сегодня предлагает современная медицина. На слете рассказали об инновационных технологиях оздоровления человека. Ну а инновацией второго слета стал так называемый «Сочинский день». На встречу с главными спикерами Всероссийского форума пригласили самых активных жителей Сочи – представителей общественных организаций города, волонтеров серебряного возраста, которые, в свою очередь, поделились своим опытом общественной, социальной работы и волонтерской деятельности. Такой день, говорят организаторы, наверняка станет традицией. Ведь желающих сделать жизнь сочинцев старшего поколения лучше, ярче, интереснее и проще на курорте немало. Ну а в завершающий четвертый день форума подводили его итоги. День начался с обсуждения проекта резолюции. Это своеобразное обращение к власти, бизнесу и просто единомышленникам. Были изучены лучшие практики и мировые, и российские в работе со старшим поколением. Проанализировано законодательство. Специалисты, работающие в этой отрасли, обсудили самые актуальные проблемы. Что в итоге? Конечно же, родилось огромное количество предложений. Главный посыл резолюции – уже давно пора уйти от развлечения пожилых к их вовлечению в общественную жизнь, в решение важных государственных задач. Есть два пункта, которые касаются конкретных практик. Это, в частности, использовать практику Пермского края по вовлечению людей старшего возраста в институты гражданского общества, активно действовать, то есть как бы от развлечения к участию. В Пермском крае сразу несколько муниципалитетов и сел включились в движение волонтерского общественного контроля. Цель улучшения качества жизни во всех ее областях, будь то мониторинг цен в магазинах или обслуживание пациентов в больницах. И все это руками и опытом ветеранов. Потому что у нас пожилые люди обладают такими ресурсами, которыми не обладает ни одна категория. Организационный ресурс, структурное подразделение у нас. Временной ресурс, ну, безусловно, да. Жизненный опыт. Никуда от него не уйти, не деться. То есть, вот, авторитет. Опыт планируют распространить по всей стране. А еще опыт Сочи и Челябинска. Это опыт Сочи, Челябинской области по изданию специальной литературы для пожилых, скажем, 10 шагов финансовой грамотности. Все спикеры форума, профессионалы из Москвы, Нижнего Новгорода, Самары, Челябинска и просто самые активные его участники на закрытии слета получили грамоты и благодарственные письма и подарки. Участники форума с удовольствием делились впечатлениями о прошедшем слете. Опыт других стран, европейских стран показывает, что люди, вышедшие на пенсию, начинают вести очень активный образ жизни. Они начинают путешествовать, они заботятся о своем здоровье. То есть, для них вот как раз это возраст счастья. Чем наши пенсионеры хуже? Ничем не хуже. Должны быть разные поколения, потому что межпоколенческий диалог очень важен. Когда на слете будут только вентираны, они, конечно, тоже будут общаться интересами между собой. Но должно быть продолжение. Жизнь продолжается, и поэтому все молодые будут когда-то пенсионерами. И поэтому они должны понимать проблемы старшего возраста, как их решать, помогать. И должно быть, конечно, все поколения должны быть в одном месте, создать проблемы. Ко мне как директору подошла однослушательница, которая не очень долго ходила, и сказала, что жизнь на нее закончилась буквально еще несколько недель назад. Многие годы, десятки лет она вставала, садила петрушку. Потом что в жизни менялось? Потом лук сажала, потом укроп. И когда она стала ходить на занятия Народного университета, она поняла, что есть что-то другое. Она перестала ненавидеть свое занятие в огороде и совершенно по-другому стала общаться со своими близкими и соседями. Поэтому это дает не только мне, но и всем слушателям, которые посещают курсы Народного университета. Теперь накопленный на форуме опыт участники будут распространять в своих регионах. Ну а итогами работы поделятся в следующем году, уже на третьем слете Народных университетов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok